Шить зло всегда присутствует, потому что без него не может быть мира, и каждый любит своего ближнего, поэтому всегда есть уважение. Мы всегда работаем, ухаживаем за полями, выращиваем животных, поэтому у нас хорошее здоровье. Их правители, напротив, подобны откормленным свиньям, ибо они ничего не оставляют ни бедным, ни обездоленным. Они ни с кем не поступают по справедливости, а когда умирают, то и богатые, и бедные отправляются в могилы. Там их плоть облеплена личинками, кожа изгрызена, они подвержены тлению. Как и при жизни, в их они просто не осознавали этого, потому что, как гроб красив и приятен на вид, так и внутри он полон мусора. Так и все те, кто никогда не имел любви в своем сердце. Из-за вырубки лесов и загрязнения воздуха небо покрывается серыми пасмурными днями, продукты заканчиваются, люди спят на улицах. Самые религиозные люди заявляют о своей любви и надевают маски, чтобы вызвать восхищение людей, но когда они их снимают, то оказываются свирепыми львами, готовыми убивать овец, ягнят и козлят. В этом их лицемерие. Они хотят нарядить прожорливого кондора в ламу, хотят привлечь к себе всеобщее внимание этими вещам. Кои грустно подходят к нему сзади и говорят, что ты собираешься делать, Рахелио? Мы поддерживаем тебя во всем, что ты делаешь. Рахелио начинает идти к городу, одновременно разговаривая с ними. Я собираюсь вернуть свою гитару. Лос Каяс, мы ждем тебя. Рахелио, наконец, прибывает к Фабиану, после долгого пути предстоит перед ним и говорит, я пришел забрать то, что принадлежит мне. Фабиан, что ты сделаешь для него, разве у меня уже не все есть? Рахелио, я отдам свою жизнь. Фабиан, удивленный, спрашивает, ты обдашь жизнь за гитару? А если я тебе ее не обдам, что будет? Рожеля говорит мужественным тоном. Если ты не обдашь ее мне, то после этого мой сын получит ее обратно, и все узнают, что здесь побеждает любовь. На этом слова Рахелио заканчиваются. Рахелио исчезает со сцены. Хор представлен в слезах, хотя они начинают петь, и их лица постепенно светлеют. Припев. Сегодня день полон причитаний и сетований, не знаем почему, то ли за то, что разбили сердце Рахелио, то ли, скорее, за печальную и трагическую судьбу Фабиана. Рахелио, любимый всеми, любимый многими, тот, кто был оставался другом мэра этого города, сына губернатора. Он тронул наши сердца такими прекрасными сельскими искусствами, коровы и овцы здесь, козы и бараны там. Из Умуаки привезли семь лам, чтобы устроить большой праздник, и когда его отмечали, в мясе и гнят не было недостатка. Кто бы мог подумать, что его лучший друг, друг его души, бросит его и уйдет в заблуждение. Те, кто когда-то были как родные братья, под серым небом расстались, и теперь нас не покидает сомнение, которое скоро рассеется. Ведь разве не хорошо доверять другому человеку, разве не лучше доверять только здоровой любви? Слова этой песни навсегда останутся в наших сердцах, а также в сердцах тех, кто умеет их ценить и интерпретировать. И мы будем воссоздавать их снова на каждой репетиции, в каждом спектакле, пока все не исполнится, пока не восторжествует любовь, где все холодные зимние ночи проснутся в счастливом весеннем тепле, вместе с его задорным солнцем в бесконечном рассвете дней. 5. Песня, посвященная безответной безусловной любви. Иов, когда его отец отправился на поиски живой гитары, помогает женщине, после чего знакомится с ней поближе и влюбляется в нее, семья их разлучает, но они обещают, что когда-нибудь будут вместе. Персонажи. Работа. Луна. Иов поет на площади танго. Джоб, ностальгируя. Я помню, как спас женщину, она из семьи, которая принадлежала к Аясам, только они ушли вместе с Фабианом. Она должна была умереть от рук этих злых зверей, но после убийства зверя я вылечил ее в своем доме. Когда мы встретились, он был похож на меня. Такое же лицо, глаза, ноги, руки, рост. Это было похоже на то, как если бы мы увидели в зеркале Луну и Солнце. Он сказал мне, что его зовут Луна, а я сказала, что меня зовут Эв. Но вскоре ее семья узнала о ее новой жизни в этих горах, и ее забрали домой. Мы с ней обещали когда-нибудь встретиться, и время от времени я слышу шепот ее музыки на ветру. Наконец-то она вернется, и все будет хорошо, пойте, пойте, голуби. Появляется Луна, входящая в дверь заведения, расположенного рядом с площадью, чтобы, наконец, выйти и встретиться лицом к лицу. Мун, широко улыбаясь, продолжает песню. Прошло время, и воспоминания о моем детстве такие же, как и у тебя, у лугов горных. Когда я шел, плачу по их бороздам, в пруду я видел себя в воде, а в отражении видел тебя и твои глаза. Как я скучаю по тебе. Каждый день я пою и надеюсь, что ты всегда слышишь мою песню в воздухе. Я буду искать тебя вечно, как луна ищет солнце. Возлюблены мои души. Шесть. Прочитав это, Гучо Иов решает в одиночку отправиться на поиски гитары, ибо она обладала силой править. Когда он добирается до Фабиана, тот начинает ее ломать, на что Иов отвечает, что готов родине на все. На что Фабиан отвечает, что отдаст ее ему в обмен на свою жизнь, на что Иов немного колеблется, но в конце концов, вспомнив о своей кое, приносит ее в жертву. Персонажи. Гучо Иов, мученик, Фабиан, император, тирань. Живая гитара, страдающий раб. Ощущение, что я долго спал в невероятной темноте, все больше готовясь к этому заветному моменту. Свет побеждает тьму, и настало время выйти на поиски того, что принадлежит нам не только по праву, но и по самой жизни. Счастье и любви к себе. Никто еще не знал, когда мой отец вернется с гитарой, но я выполню то, что он мне сказал. Я не отступлю, пока не выполню его обещания, даже если все отвергнут меня. Я отправлюсь в путь, полный опасности и обид, я пройду через земли, которые не видят солнца и не знают света. Я пойду в глубины, куда никто не хочет идти из трусости, только для того, чтобы вернуть нашу любимую гитару и снова дать жизни счастье всему сущему. Фабиан, увидев пришедшего Иова, насмехается над ним. Ты посмел прийти сюда, как твой отец? Смотри, что я делаю. И он начинает бить и стучать по живой гитаре. Живая гитара сейтует. Я страдаю, как рабы, которые ждут свободы или даже мизерной платы. Глаза мои красны от плача, и уста мои, голос мой, покраснели от слез. Она охрепла от крика, но никто не слушал и не отвечал. В отчаянии я попытался найти удовольствие в ошибке, но это удовольствие закончилось сразу же, как только я совершил неправильный поступок. Это удовольствие длилось лишь мгновение, а все остальное – холодная ночь с кровавой красной луной, ожидание чего-то лучшего, но все только хуже и хуже. Я спрашивал, когда же я восстану от своей боли? Но эта империя Фабиана не принесла моему духу ничего, кроме горечи и уныния, среди которых нет ни отдыха, ни покоя. Тогда я, видя, что никто не придет забрать меня из рук Фабиана, посмотрел в сторону гробов бездны и сказал, «Я родился с ошибками и с ними же сойду в могилу. С пустыми руками я пришел в этот мир и с пустыми руками уйду. Только любовь может спасти меня, но моя надежда мертва. Я называл червей своими братьями, могилу – своим домом, а смерть – своим отцом. Единственное, что я умел петь – это песни пьяниц. Мои аккорды были уже не гармоничными, а натянутыми и неровными. Моя музыка была бессмысленной, в куче беспорядка, которые они называли настоящей музыкой. Но немного из того, что вырезал во мне Рахелио, осталось, так как был жестоко стерто руками Фабиана. Теперь в мои глаза, и оф, все мое существо видит тебя, но я еще не в твоих руках, я хотел бы когда-нибудь обрести тот обещанный покой, о котором как о признаменовании сказал мне твой отец. Джоб начинает двигаться к Фабиану с блеском в глазах и говорит, как я жаждал этого дня. Как птицы взывают к водам, а растения ждут хороших дождей в засуху, так и я пришел в это место. Я спустился в тенистую долину, и никто меня не узнал, на меня смотрели как на жабы из другого колодца. Моя внешность контрастировала с мрачностью долины, белое пятно в сером мире. Поэтому, когда тени видели меня, они роптали против меня, неужели восходящее солнце победит некогда вечную ночь, неужели густая тьма, покрывавшая долину, окажется намного больше, чем слабый свет, начинавший разгораться и озарять ее своим сиянием? Все насмехались надо мной, а я не имел отдыха от добрых дел. Тело мое не годится для того, чтобы помогать кому-либо, и я не забочусь о своем здоровье, но я не успокоюсь, пока не помогу, ибо с тех пор, как я пришел, никто не дал мне пить воды, но я дам пить то, чего у меня нет. Никто не дал мне ни минуты отдыха, ибо под глазами у меня мешки, потому что я не могу спать, но я дам отдых. Тело мое изнывает от крика и помощи, и я буду делать это до конца. Люди, живущие в пустыне этой земли, сказали мне, чтобы я воздержался ради себя самого от того, что я собираюсь сделать. Ибо они говорят, можешь ли ты помогать другим, если сам не здоров? Не лучше ли тебе побеспокоиться и лучше помочь себе? Ибо лучше исцелиться самому, а потом помогать другим. Но я не такой, в моем сердце всегда жила любовь. И эта любовь дает мне силы идти дальше, и я не успокоюсь, пока не верну себе эту гитару любой ценой. Фабиан смотрит на его с озорной улыбкой и говорит ему зловещим тоном. Если ты так сильно хочешь ее, я хочу, чтобы ты сделал кое-что. Разденься, дай мне увидеть, как трескается твое лицо, как ты погружаешься в сон, в море тьмы, который никогда не кончится. Говорят, что кровь – это жизнь, ибо кровь – это жизнь, как вода. Отдай мне всю свою кровь, и гитара будет твоей. Иопни решительно подносит руки к голове, затем принимает мужественную позу и решительно говорит. Конечно, буду, снимает одежду и ложится на камень. Фабиан бармочет и увы в уши. Уже ночь, и здесь моя сила, будем ждать, когда твой друг день спасет тебя, ибо там твоя сила, и бьет его гитары по голове. Посмотрим, сможешь ли ты вынести это, как бессловесный игненок. Джоб закрывает глаза и негромко говорит. Все, все я сделаю для тебя моя любимая гитара, и когда ты будешь в моих руках, твои аккорды будут дарить свету жизнь. Фабиан злобно кричит. Мне надоело, что ты говоришь такие вещи. Я тебя покалечу, и ты не сможешь играть на гитаре, он достает нож и начинает протыкать левую руку. Джоб начинает плеваться кровью, когда Фабиан пронзает его правую руку, и в агонии говорит. Я выполнил свое обещание, моя любимая тата, теперь я ухожу, но я вернусь. Фабиан в испуге бросает гитару и в страхе восклицает. Мне кажется, что он мертв, но что я наделал? Как в хмурые дни без солнца, когда небо пугается, так и я пугаюсь того, что я сделал сейчас, и почему я должен это делать? Если бы это было то, чего же ждало мое сердце. Теперь чувство вины не покидает меня, и совесть торопит меня покинуть это место. Хор медленно вступает, наблюдая, как Иуд поднимается, сжимая гитару, и поет, глядя, как он уходит. Моя радость, мое веселье, моя радость, мой покой, и все то, во что я когда-то верил, не может быть сравнено в этот момент. Ибо кто осмелится на такое? Кто решится отдать все ради того, кто, по всеобщему мнению, этого не заслуживает? Мы прошли долгий путь, мы приехали из разных уголков мира. Ваш язык кажется нам незнакомым, а ваш голос придает нам новый акцент, но мы испытываем странное чувство. Мира, несказанной радости каждый раз, когда мы хотим усвоить его в своей фонетике. Несомненно, именно на этом языке зародилась речь всех народов, и все культуры имеют свое происхождение, иногда неопределенное, но приводящее нас сюда. Для чего это нужно? Скажите, что толку от того, что у человека есть все подвиги в мире или все блага, но он эгоцентричен? Мы узнали, мы услышали, что смирение – это то, что делает человека настоящим человеком, но не перед многими, а перед одним, перед любовью. Или какая разница? Скажите, какая разница, если кто-то раздает еду бедным или оказывает безусловную помощь, которую никто никогда не оказывал, что называется добром, если он делает это для того, чтобы вызвать восхищение, а не из искренней любви. Даже если никто этого не видит. Вот почему глаза каждого человека удивятся, обнаружив в одном и том же камне два сокровища. Одно из них – увидеть или найти мужчину или женщину, способных отдать всего себя не для того, чтобы привлечь внимание, а только для того, чтобы возвысить любовь, которая в нем или в ней. Второй – за то, что на твоем плече был большой кабинет, и на этом кабинете ты проявил себя так скромно, что никто даже не понял, что ты важен. Только любовь. А что такое любовь? Давайте посмотрим на солнце, оно всегда творит добро, хотя мир от него отворачивается. И именно тогда, когда от него отворачиваются, он начинает плакать красными кровавыми слезами, и наступает тьма за то, что от него отвернулись. И хотя тьма говорит нам, что это солнце от нас отвернулось, это не так, он дарит нам свое тепло, хотя мир всегда бежит от солнца, это – любовь. 7. После жертвоприношения Ио возвращается раненым на родину. Его встречают рукоплесканиями и пиршествами. Он начинает петь о том, как хорошо отдать свою жизнь за право и дело любви. Вдруг врывается Фабиан и заявляет, что уничтожит все, что осталось от Каяса. На что Иофф, подняв восстановленный скипетр, приказывает им покинуть дворец, так как через семь лет начнется война. Работы Гаучо, герой, Фабиан, антигерой. Персонажи Каяс, возмущены Фабианом. Джоб, сидя на королевском троне, хорошую демократию можно сравнить с лучшими монархиями, которые когда-либо существовали, о чем упоминает Аристотель, во дворце, играют на гитаре и поет перед своим народом. Сегодня я собираюсь спеть о том, какую великую историю мне пришлось пережить, чтобы вернуть то, что принадлежит нам. Это история безусловной любви, которая прописана в песнях и законах о любви к ближнему. Давным-давно был тот, кто действительно был моим другом. Вместе мы говорили обо всем тайнам, и даже о самом сокровенном в моем сердце я рассказывал ему. Он был моими устами и моим образом, ибо я повелел ему учить народ всему тому, что я говорил ему, и не было никого, кто бы не послушался его, и никто не противоречил ему, ибо это были не его слова, а мои слова. Случилось так, что тот, кого я любил больше всех, предал меня, разбил мое сердце лузами бунтарства без сострадания. Он отнял скипетр нашей справедливости, посох нашей любви, тот, кто управлял всей нашей территорией, рассказывая истории, памятные нашей родине, то, что будет повторяться до скончания веков. До конца, пока не останется ничего, что могло бы противоречить моей родине. Я последовал за ним с великим мужеством, и не было со мной никого, кто мог бы помочь мне, я отважился, как шахтер, который идет в страшные пещеры, за тем, кто обнял у нас наследие, которое принадлежит нам. Это наследие, наше, мы не обдадим его заводителям, и чужие сыновья не захватят его, и не навяжут на нашей земле свои тиранические империи, попирая нашу культуру и наш народ. Когда я нашел его, я пожалел его, увидев его в темноте, словно умирающего, и гитару в таком же состоянии, как и он. Я умолял его отдать ее мне, но он отказался. Только жертва могла заставить его отдать ее мне. Я купил гитару на своей кровной и не жалею об этом. Сделали это. В этот момент во двор дворца входит Фабиан и очень гневно начинает говорить перед всеми. От всего сердца, от всего родного здания, от мысли, которые исходят из моих недр, я проклинаю тебя и всех бедных каясов вместе с тобой. Ибо я должен сказать, что до глубины души я буду ненавидеть этот твой дом и тебя. Я ненавижу тебя, Иов. Возмущенный, кой удивлен и такой дерзостью, прийти к Иову в его собственный дом и сказать ему, нам не нужны здесь такие люди, как ты, тебе лучше уйти. Их прерывает Иов, растроганный и плачущий при виде нищего Фабиана, и дает ему последнее напутствие. Брат мой, ты проиграл, гитара теперь принадлежит мне, так как мы заключили сделку на крови. Сдавайся мирно, и ты получишь место в тюрьме, что лучше смерти. Фабиан гневно отказывается и угрожает. Нет. Если нет, я убью тебя и всех вас, у нас будет такая война, какой еще не было в нашей истории. Раздраженный такой суровостью слов, Иов властно говорит. Замолчи, гитара взывает к справедливости за то, что ты сделал, и его силой вы будете заперты в гробах бездны, пока через семь лет мы не завершим справедливую войну. Иди и больше не возвращайся, пока все не будет исполнено. Фабиан со стыдом опускает голову, когда его уводят кои. 8. Начинается война, но Иов обучил своих каясов сражаться на музыкальных инструментах. Вместо этого вражеская армия, объединившись со всей территории, выходит на бой с огнестрельным оружием. Начинается битва, музыка и боевые мечи, все заканчивается тем, что сильное землетрясение раскалывает землю и все союзники Фабиана падают. Иов одерживает победу. Персонаж Гучоидов, предводитель военного отряда, каяс, музыкальные войны, Фабиан, ненавистный враг. Фражеские солдаты, вооруженные до зубов. Хор, повествует о великой битве. Начинается битва, и все кои вооружены музыкальными инструментами, Иов подбодривает их своими словами, стоя с гитарой в руках. Джо пободряет их своими словами. Прошло уже семь лет, война вот-вот разразится. Наши солдаты храбры, и никто не может их остановить. Посмотрите, как хорошо сражаться за Родину и правду, мы не хотим ни рабства, ни коррупции, ни коммунизма, о котором кричит Фабиан. Давайте подбодрим и ободрим друг друга, давайте бороться за любовь к Родине, остальное не имеет значения. Кои радуются и начинают праздновать, говоря, да. Мы победим, потому что наша добрая Родина всегда боролась за права и любовь. Да здравствует Родина. В то же время с другой стороны сцена на них насмешливо смотрит Фабиан и его солдаты, которые тоже подбодривают их разговорами. Вот как празднуют эти глупцы, они всегда умели возвещать о том, что должно наступить раньше, и воспевали победу раньше времени. Что, если мы заглушим эти радостные песни веселей и радости и сменим их насетывания, проклятия и причитания? Тогда мы навсегда заставим умолкнуть их голос. Солдаты кричат, поднимая огнестрельное и холодное оружие. Войны мятежников обмахиваются. Мы всегда едины, и ты позвал с собой все окрестные деревни, чтобы сразиться с этим маленьким щитом. Так мы победим, и мы накажем их, как собак. Они начинают гоготать и шутить, дым заполняет сцену. Наряженный хорчил колерос начинает повествовать о войне, и начинается сражение. С севера забрежил рассвет, наступает утро. Стремительно мчится масса с горизонта, они одеты, как медведи и свирепы, как кондоры. Их флаг – красный флаг с коммунистической символикой. Оттуда, где восходит солнце, появляется самый торжественный поход, который когда-либо проходил по нашим землям. Десятки отважных кое под рукой грозного и могучего гучо, облаченного в белой одежде, с красным поясом, опоясывающим лоб и грудь. Как только зверя от крылья гон, наступила тишина. Повсюду взрываются ружья и зажигательные бомбы, а звук рожка не стихает. Лошади, вместо того, чтобы паниковать, взлетает воздух и твердо ставит ноги на землю, реля и кляня, готовые принять бой. Он скачет вперед, как громовержец Иов, на своем белом кане, а на стороне противника царит смятение, их оружие дает осечку, и они начинают стрелять друг в друга сквозь дым, окутывающий все утро. Мелодия оркестра наполняет всю сцену эмоциями, настолько, что кажется, будто нет ничего, кроме музыки. Пушки останавливаются, они больше не хотят стрелять. Солнце останавливается и подходит ближе, так близко, что все начинает гореть огнем. Фабиан собирается бросить гранату Веова, который высокомерно кричит, но что случилось? Земля раскололась, вот что произошло. И не только земля, но и огромное море над нами, теперь оно падает, потому что небеса разверзлись. Пополам. Но падает не вода, а огонь. Когда все солдаты повстанцев бегут и падают, огромная вражеская армия сгорает дотла, и в этот момент Фабиан падает на землю. Того, чего желала его душа, уже нет. Он желал и хотел лишить высшей должности всех сильных мира сего, он насадил правительство, которое привело лишь к убийству многих людей. Но что стало с ним теперь? Тот, кто покорил весь мир, пал, и от него ничего не осталось, его сердце разбито на части, и горе его не имеет границ. Его жизнь была лишь ложью, которую он сам сочинил, и никто больше не захочет следовать ей. Здесь, где заканчивается эта песня, здесь заканчиваются его дни, навсегда. 9. Счастливые хозяева празднуют победу, весть об этом распространяется по всему миру, и Иов становится президентом страны. К нему приезжают многие короли и президенты, поэтому он переезжает на побережье на юге. Эту песню каждый год вновь поют миллионы иностранцев, приезжающих на эту дату, потому что Иов всегда добровольно переизбирается в правительство мира, любви и справедливости. Персонажи счастливые хозяева, празднование, работа, председатель, короли и президенты, с подарками. Иностранцы, ежегодные туристы. Сегодня с Конгресса Аргентинской нации, обращаясь в прямом эфире ко всей республике, выступает президент Джоб. Прошло много лет с того случая, когда тиранический лидер Фабиан хотел завоевать новый мир, а затем и старый. Но теперь, когда вы добровольно избрали меня своим президентом, я клянусь вам во имя любви, что не подведу ни вас, ни ту любовь, которая привела нас сюда все мои дни. Теперь я приглашаю вас обратиться к королям и президентам, которые прибыли сюда, чтобы приветствовать нашу страну по этому всемирно-историческому случаю. Президенты и короли появляются перед камерами вместе с присутствующими. Короли и президенты выступают перед телекамерами. Мы приехали со всего мира с этими дарами и этими соглашениями не для того, чтобы вы что-то просили у нас, а скорее для того, чтобы мы что-то просили у вас. Ведь с такой страной, как ваша, с такой державой, которая является примером для всех остальных, всегда будет мир во все годы нашей жизни. Давайте поприветствуем всех иностранцев, иммигрантов и туристов, которые каждый год приходят к нам, чтобы совершить восхождение. Иностранцы и туристы начинают праздновать и кричать. Хапи! Да здравствует Родина! И да здравствует Аргентинская Республика навеки! Хор прощается, поет, поднимает руки и машет, остальные персонажи присоединяются к ним и прощаются. Хор исполняет последнюю кантату. Мы видели и слышали то, что останется выгравированным, как золото, в наших сердцах, как камни высекаются железным резцом, так что мы будем вечно мечтать о них, и они будут сопровождать нас в наши вечера и в нашу жизнь. Ибо они – письмо любви истинных возможностей, если мы умеем им следовать. И вы, Иов, будете переизбираться президентом все годы, не навязываясь, а потому что завоевали добровольную преданность своего народа. С безусловной любовью и ни с чем не сравнимым спокойствием за то, чтобы искать правду и находить ее. Все они раскланиваются и один за другим покидают сцену. Особое упоминание меня зовут Джаэль, я родился в Сан-Сальвадор-де-Жужу, городе, который всегда вдохновлял меня своими историями и северными контрастами. С детства я любил читать и сочинять истории и мечтал когда-нибудь издать книгу. Мой путь писателя был вызовом самосовершенствования, многие люди говорили мне, что я никогда не добьюсь успеха, но моя решимость была сильнее, и я поднимался после каждой ошибки, пока, наконец, не добился успеха. Эта книга – результат нескольких лет исследований личной работы. Я хотел исследовать возможности научной фантастики, чтобы поразмышлять об этических и социальных дилеммах, возникающих в связи с технологическим и политическим прогрессом нашего времени. Моя цель – создать историю, которая не только развлечет, но и заставит задуматься и представить себе другие возможные миры или вселенные. Там их плоть облеплена личинками, кожа изгрызена, они подвержены тлению. Как и при жизни, в их они просто не осознавали этого, потому что, как гроб красив и приятен на вид, так и внутри он полон мусора. Так и все те, кто никогда не имел любви в своем сердце. Из-за вырубки лесов и загрязнения воздуха небо покрывается серыми пасмурными днями, продукты заканчиваются, люди спят на улицах. Самые религиозные люди заявляют о своей любви и надевают маски, чтобы вызвать восхищение людей, но когда они их снимают, то оказываются свирепыми львами, готовыми убивать овец, ягнят и козлят. В этом их лицемерие. Они хотят нарядить прожорливого кондора в ламу, хотят привлечь к себе всеобщее внимание этими вещам. Кои грустно подходят к нему сзади и говорят, «Что ты собираешься делать, Рахелио?» «Мы поддерживаем тебя во всем, что ты делаешь». Рахелио начинает идти к городу, одновременно разговаривая с ними. «Я собираюсь вернуть свою гитару». «Лос Каяс, мы ждем тебя». Рахелио, наконец, прибывает к Фабиану, после долгого пути предстоит перед ним и говорит, «Я пришел забрать то, что принадлежит мне». «Фабиан, что ты сделаешь для него, разве у меня уже не все есть?» «Рахелио, я отдам свою жизнь». Фабиан, удивленный, спрашивает, «Ты обдашь жизнь за гитару?» «А если я тебе ее не обдам, что будет?» Рожеля говорит мужественным тоном, «Если ты не обдашь ее мне, то после этого мой сын получит ее обратно, и все узнают, что здесь побеждает любовь». На этом слова Рахелио заканчиваются. Рахелио исчезает со сцены. Хор представлен в слезах, хотя они начинают петь, и их лица постепенно светлеют. Припев. «Сегодня день полон причитаний и сетований, не знаем почему, то ли за то, что разбили сердце Рахелио, то ли, скорее, за печальную и трагическую судьбу Фабиана, любимый всеми, любимый многими, тот, кто был оставался другом мэра этого города, сына губернатора. Он тронул наши сердца такими прекрасными сельскими искусствами, коровы и овцы здесь, козы и бараны там. Из Умуаки привезли семь лам, чтобы устроить большой праздник, и когда его отмечали, в мясе и гнят не было недостатка. Кто бы мог подумать, что его лучший друг, друг его души, бросит его и уйдет в заблуждение. Те, кто когда-то были как родные братья, под серым небом расстались, и теперь нас не покидает сомнение, которое скоро рассеется. Ведь разве не хорошо доверять другому человеку, разве не лучше доверять только здоровой любви? Слова этой песни навсегда останутся в наших сердцах, а также в сердцах тех, кто умеет их ценить и интерпретировать. И мы будем воссоздавать их снова на каждой репетиции, в каждом спектакле, пока все не исполнится, пока не восторжествует любовь, где все холодные зимние ночи проснутся в счастливом весеннем тепле, вместе с его задорным солнцем в бесконечном рассвете дней. 5. Песня, посвященная безответной безусловной любви. Иов, когда его отец отправился на поиски живой гитары, помогает женщине, после чего знакомится с ней поближе и влюбляется в нее, семья их разлучает, но они обещают, что когда-нибудь будут вместе. Персонажи. Работа. Луна. Иов поет на площади танго. Джоб, ностальгируя. Я помню, как спас женщину, она из семьи, которая принадлежала к Аясам, только они ушли вместе с Фабианом. Она должна была умереть от рук этих злых зверей, но после убийства зверя я вылечил ее в своем доме. Когда мы встретились, он был похож на меня. Такое же лицо, глаза, ноги, руки, рост. Это было похоже на то, как если бы мы увидели в зеркале Луну и Солнце. Он сказал мне, что его зовут Луна, а я сказала, что меня зовут Эв. Но вскоре ее семья узнала о ее новой жизни в этих горах, и ее забрали домой. Мы с ней обещали когда-нибудь встретиться, и время от времени я слышу шепот ее музыки на ветру. Наконец-то она вернется, и все будет хорошо. Пойте, пойте, голуби. Появляется Луна, входящая в дверь заведения, расположенного рядом с площадью, чтобы, наконец, выйти и встретиться лицом к лицу. Мун, широко улыбаясь, продолжает песню. Прошло время, и воспоминания о моем детстве такие же, как и у тебя, у лугов горных. Когда я шел, плачу по их бороздам, в пруду я видел себя в воде, а в отражении видел тебя и твои глаза. Как я скучаю по тебе. Каждый день я пою и надеюсь, что ты всегда слышишь мою песню в воздухе. Я буду искать тебя вечно, как луна ищет солнце. Возлюблены мои души. 6. Прочитав это, Гучо Иуф решает в одиночку отправиться на поиски гитары, ибо она обладала силой править. Когда он добирается до Фабиана, тот начинает ее ломать, на что Иуф отвечает, что готов родине на все. На что Фабиан отвечает, что отдаст ее ему в обмен на свою жизнь, на что Иуф немного колеблется, но в конце концов, вспомнив о своей кое, приносит ее в жертву. Персонажи. Гучо Иов, мученик, Фабиан, император, тирань. Живая гитара, страдающий раб. Ощущение, что я долго спал в невероятной темноте, все больше готовясь к этому заветному моменту. Свет побеждает тьму, и настало время выйти на поиски того, что принадлежит нам не только по праву, но и по самой жизни. Счастье и любви к себе. Никто еще не знал, когда мой отец вернется с гитарой, но я выполню то, что он мне сказал. Я не отступлю, пока не выполню его обещания, даже если все отвергнут меня. Я отправлюсь в путь, полный опасности и обид, я пройду через земли, которые не видят солнца и не знают света. Я пойду в глубины, куда никто не хочет идти из трусости, только для того, чтобы вернуть нашу любимую гитару и снова дать жизни счастья всему сущему. Фабиан, увидев пришедшего Иова, насмехается над ним. Ты посмел прийти сюда, как твой отец? Смотри, что я делаю. И он начинает бить и стучать по живой гитаре. Живая гитара сетует. Я страдаю, как рабы, которые ждут свободы или даже мизерной платы. Глаза мои красны от плача, и уста мои, голос мой, покраснели от слез. Она охрепла от крика, но никто не слушал и не отвечал. В отчаянии я попытался найти удовольствие в ошибке, но это удовольствие закончилось сразу же, как только я совершил неправильный поступок. Это удовольствие длилось лишь мгновение, а все остальное – холодная ночь с кровавой красной луной, ожидание чего-то лучшего, но все только хуже и хуже. Я спрашивал, когда же я восстану от своей боли? Но эта империя Фабиана не принесла моему духу ничего, кроме горечи и уныния, среди которых нет ни отдыха, ни покоя. Тогда я, видя, что никто не придет забрать меня из рук Фабиана, посмотрел в сторону гробов бездны и сказал, «Я родился с ошибками и с ними же сойду в могилу. С пустыми руками я пришел в этот мир и с пустыми руками уйду. Только любовь может спасти меня, но моя надежда мертва. Я называл червей своими братьями, могилу – своим домом, а смерть – своим отцом. Единственное, что я умел петь, – это песни пьяниц. Мои аккорды были уже не гармоничными, а натянутыми и неровными. Моя музыка была бессмысленной, в куче беспорядка, которые они называли настоящей музыкой. Но немного из того, что вырезал во мне Рахелио, осталось, так как был жестоко стерто руками Фабиана. «Теперь мои глаза, и офф, все мое существо видит тебя, но я еще не в твоих руках, я хотел бы когда-нибудь обрести тот обещанный покой, о котором как о признаменовании сказал мне твой отец». Джоб начинает двигаться к Фабиану с блеском в глазах и говорит, «Как я жаждал этого дня. Как птицы взывают к водам, а растения ждут хороших дождей в засуху, так и я пришел в это место. Я спустился в тенистую долину, и никто меня не узнал, на меня смотрели как на жабы из другого колодца. Моя внешность контрастировала с мрачностью долины, белое пятно в сером мире. Поэтому, когда тени видели меня, они роптали против меня, неужели восходящее солнце победит некогда вечную ночь, неужели густая тьма, покрывавшая долину, окажется намного больше, чем слабый свет, начинавший разгораться и озарять ее своим сиянием? Все насмехались надо мной, а я не имел отдыха от добрых дел. Тело мое не годится для того, чтобы помогать кому-либо, и я не забочусь о своем здоровье, но я не успокоюсь, пока не помогу, ибо с тех пор, как я пришел, никто не дал мне пить воды, но я дам пить то, чего у меня нет. Никто не дал мне ни минуты отдыха, ибо под глазами у меня мешки, потому что я не могу спать, но я дам отдых. Тело мое изнывает от крика и помощи, и я буду делать это до конца. Люди, живущие в пустыне этой земли, сказали мне, чтобы я воздержался ради себя самого, от того, что я собираюсь сделать. Ибо они говорят, можешь ли ты помогать другим, если сам не здоров? Не лучше ли тебе побеспокоиться и лучше помочь себе? Ибо лучше исцелиться самому, а потом помогать другим. Но я не такой, в моем сердце всегда жила любовь. И эта любовь дает мне силы идти дальше, и я не успокоюсь, пока не верну себе эту гитару любой ценой. Фабиан смотрит на его с озорной улыбкой и говорит ему зловещим тоном. Если ты так сильно хочешь ее, я хочу, чтобы ты сделал кое-что. Разденься, да и мне увидеть, как трескается твое лицо, как ты погружаешься в сон, в море тьмы, который никогда не кончится. Говорят, что кровь – это жизнь, ибо кровь – это жизнь, как вода. Отдай мне всю свою кровь, и гитара будет твоей. Иопни решительно подносит руки к голове, затем принимает мужественную позу и решительно говорит. Конечно, буду, снимает одежду и ложится на камень. Фабиан бармочет и улыбывши. Уже ночь, и здесь моя сила, будем ждать, когда твой друг день спасет тебя, ибо там твоя сила, и бьют его гитары по голове. Посмотрим, сможешь ли ты вынести это, как бессловесный игненок. Джоб закрывает глаза и негромко говорит. Все, все я сделаю для тебя, моя любимая гитара, и когда ты будешь в моих руках, твои аккорды будут дарить свету жизнь. Фабиан злобно кричит. Мне надоело, что ты говоришь такие вещи. Я тебя покалечу, и ты не сможешь играть на гитаре, он достает нож и начинает протыкать левую руку. Джоб начинает плеваться кровью, когда Фабиан пронзает его правую руку, и в агонии говорит. Я выполнила свое обещание, моя любимая тата, теперь я ухожу, но я вернусь. Фабиан в испуге бросает гитару и в страхе восклицает. Мне кажется, что он мертв, но что я наделал? Как в хмурые дни без солнца, когда небо пугается, так и я пугаюсь того, что я сделал сейчас, и почему я должен это делать? Если бы это было то, чего же ждало мое сердце. Теперь чувство вины не покидает меня, и совесть торупит меня покинуть это место. Хор медленно вступает, наблюдая, как Иуд поднимается, сжимая гитару, и поет, глядя, как он уходит. Моя радость, мое веселье, моя радость, мой покой, и все то, во что я когда-то верил, не может быть сравнено в этот момент. Ибо кто осмелится на такое? Кто решится отдать все ради того, кто, по всеобщему мнению, этого не заслуживает? Мы прошли долгий путь, мы приехали из разных уголков мира. Ваш язык кажется нам незнакомым, а ваш голос придает нам новый акцент, но мы испытываем странное чувство. Мира, несказанной радости каждый раз, когда мы хотим усвоить его в своей фонетике. Несомненно, именно на этом языке зародилась речь всех народов, и все культуры имеют свое происхождение, иногда неопределенное, но приводящее нас сюда. Для чего это нужно? Скажите, что толку от того, что у человека есть все подвиги в мире или все блага, но он эгоцентричен? Мы узнали, мы услышали, что смирение – это то, что делает человека настоящим человеком, но не перед многими, а перед одним, перед любовью. Или какая разница? Скажите, какая разница, если кто-то раздает еду бедным или оказывает безусловную помощь, которую никто никогда не оказывал, что называется добром, если он делает это для того, чтобы вызвать восхищение, а не из искренней любви. Даже если никто этого не видит. Вот почему глаза каждого человека удивятся, обнаружив в одном и том же камне два сокровища. Одно из них – увидеть или найти мужчину или женщину, способных отдать всего себя не для того, чтобы привлечь внимание, а только для того, чтобы возвысить любовь, которая в нем или в ней. Второй – за то, что на твоем плече был большой кабинет, и на этом кабинете ты проявил себя так скромно, что никто даже не понял, что ты важен. Только любовь. А что такое любовь? Давайте посмотрим на солнце, оно всегда творит добро, хотя мир от него отворачивается. И именно тогда, когда от него отворачиваются, он начинает плакать красными кровавыми слезами, и наступает тьма за то, что от него отвернулись. И хотя тьма говорит нам, что это солнце от нас отвернулось, это не так, он дарит нам свое тепло, хотя мир всегда бежит от солнца, это – любовь. Семь. После жертвоприношения Ил возвращается раненым на родину. Его встречают рукоплесканиями и пиршествами. Он начинает петь о том, как хорошо отдать свою жизнь за правое дело любви. Вдруг врывается Фабиан и заявляет, что уничтожит все, что осталось от Каяса. На что Иов, подняв восстановленный скипетр, приказывает им покинуть дворец, так как через семь лет начнется война. Работы Гаучо, герой, Фабиан, антигерой, персонажи Каяс, возмущенный Фабианом. Джоб, сидя на королевском троне, хорошую демократию можно сравнить с лучшими монархиями, которые когда-либо существовали, о чем упоминает Аристотель, во дворце, играет на гитаре и поет перед своим народом. Сегодня я собираюсь спеть о том, какую великую историю мне пришлось пережить, чтобы вернуть то, что принадлежит нам. Это история безусловной любви, которая прописана в песнях и законах о любви к ближнему. Давным-давно был тот, кто действительно был моим другом. Вместе мы говорили обо всем тайнам, и даже о самом сокровенном в моем сердце я рассказывал ему. Он был моими устами и моим образом, ибо я повелел ему учить народ всему тому, что я говорил ему, и не было никого, кто бы не послушался его, и никто не противоречил ему, ибо это были не его слова, а мои слова. Случилось так, что тот, кого я любил больше всех, предал меня, разбил мое сердце узами бунтарства без сострадания. Он отнял скипетр нашей справедливости, посох нашей любви, тот, кто управлял всей нашей территорией, рассказывая истории, памятные нашей родине, то, что будет повторяться до скончания веков. До конца, пока не останется ничего, что могло бы противоречить моей родине. Я последовал за ним с великим мужеством, и не было со мной никого, кто мог бы помочь мне. Я отважился, как шахтер, который идет в страшные пещеры, за тем, кто обнял у нас наследие, которое принадлежит нам. Это наследие, наше, мы не обдадим его заводителям, и чужие сыновья не захватят его, и не навяжут на нашей земле свои тиранические империи, попирая нашу культуру и наш народ. Когда я нашел его, я пожалел его, увидев его в темноте, словно умирающего, и гитару в таком же состоянии, как и он. Я умолял его отдать ее мне, но он отказался. Только жертва могла заставить его отдать ее мне. Я купил гитару на своей кровной и не жалею об этом. Сделали это. В этот момент во двор дворца входит Фабиан и очень гневно начинает говорить перед всеми. От всего сердца, от всего родного здания, от мыслей, которые исходят из моих недр, я проклинаю тебя и всех бедных каясов вместе с тобой. Ибо я должен сказать, что до глубины души я буду ненавидеть этот твой дом и тебя. Я ненавижу тебя, Иов. Возмущенный, кой удивлен и такой дерзостью, прийти к Иову в его собственный дом и сказать ему, нам не нужны здесь такие люди, как ты, тебе лучше уйти. Их прерывает Иов, растроганный и плачущий при виде нищего Фабиана, и дает ему последнее напутствие. Брат мой, ты проиграл, гитара теперь принадлежит мне, так как мы заключили сделку на кроли. Сдавайся мирно, и ты получишь место в тюрьме, что лучше смерти. Фабиан гневно отказывается и угрожает. Нет. Если нет, я убью тебя и всех вас, у нас будет такая война, какой еще не было в нашей истории. Раздраженный такой суровостью слов, Иов власна говорит. Замолчи, гитара взывает к справедливости за то, что ты сделал. И его силой вы будете заперты в гробах бездны, пока через семь лет мы не завершим справедливую войну. Иди и больше не возвращайся, пока все не будет исполнено. Фабиан со стыдом опускает голову, когда его уводят кои. Восемь. Начинается война, но Иов обучил своих каясев сражаться на музыкальных инструментах. Вместо этого вражеская армия, объединившись со всей территории, выходит на бой с огнестрельным оружием. Начинается битва, музыка и боевые мечи, все заканчивается тем, что сильное землетрясение раскалывает землю и все союзники Фабиана падают. Иов одерживает победу. Персонаж Жигучо Иов, предводитель военного отряда, аяс, музыкальные войны, Фабиан, ненавистный враг. Вражеские солдаты, вооруженные до зубов. Хор, повествует о великой битве. Начинается битва, и все кои вооружены музыкальными инструментами, Иов подбодривает их своими словами, стоя с гитарой в руках. Джо пободряет их своими словами. Прошло уже семь лет, война вот-вот разразится. Наши солдаты храбры, и никто не может их остановить. Посмотрите, как хорошо сражаться за Родину и правду, мы не хотим ни рабства, ни коррупции, ни коммунизма, о котором кричит Фабиан. Давайте подбодрим и ободрим друг друга, давайте бороться за любовь к Родине, остальное не имеет значения. Кои радуются и начинают праздновать, говоря, да. Мы победим, потому что наша добрая Родина всегда боролась за права и любовь. Да здравствует Родина. В то же время с другой стороны сцена на них насмешливо смотрит Фабиан и его солдаты, которые тоже подбодривают их разговорами. Вот как празднуют эти глупцы, они всегда умели возвещать о том, что должно наступить раньше, и воспевали победу раньше времени. Что, если мы заглушим эти радостные песни веселей и радости и сменим их насетывание, проклятие и причитание? Тогда мы навсегда заставим умолкнуть их голос. Солдаты кричат, поднимая огнестрельное и холодное оружие. Войны мятежников обмахиваются. Мы всегда едины, и ты позвал с собой все окрестные деревни, чтобы сразиться с этим маленьким щитом. Так мы победим, и мы накажем их, как собак. Они начинают гоготать и шутить, дым заполняет сцену. Наряженный хорчилк или роз начинает повествовать о войне, и начинается сражение. С севера забрежил рассвет, наступает утро. Стремительно мчится масса с горизонта, они одеты, как медведи и свирепы, как кондоры. Их флаг – красный флаг с коммунистической символикой. Оттуда, где восходит солнце, появляется самый торжественный поход, который когда-либо проходил по нашим землям. Десятки отважных кое под рукой грозного и могучего гучо, облаченного в белой одежде, с красным поясом, опоясывающим лоб и грудь. Как только зверяет крылья гон, наступила тишина. Повсюду взрываются ружья и зажигательные бомбы, а звук рожка не стихает. Лошади, вместо того, чтобы паниковать, взлетает воздух и твердо ставит ноги на землю, реляет леня, готовые принять бой. Он скачет вперед, как громовержец Ев, на своем белом кане, а на стороне противника царит смятение, их оружие дает осечку, и они начинают стрелять друг в друга сквозь дым, окутывающий все утро. Мелодии оркестра наполняют всю сцену эмоциями, настолько, что кажется, будто нет ничего, кроме музыки. Пушки останавливаются, они больше не хотят стрелять. Солнце останавливается и подходит ближе, так близко, что все начинает гореть огнем. Фабиан собирается бросить гранату Веова, который высокомерно кричит, но что случилось? Земля раскололась, вот что произошло. И не только земля, но и огромное море над нами, теперь оно падает, потому что небеса разверзлись пополам. Но падает не вода, а огонь. Когда все солдаты постанцев бегут и падают, огромная вражеская армия сгорает дотла, и в этот момент Фабиан падает на землю. Того, чего желала его душа, уже нет. Он желал и хотел лишить высшей должности всех сильных мира сего, он насадил правительство, которое привело лишь к убийству многих людей. Но что стало с ним теперь? Тот, кто покорил весь мир, пал, и от него ничего не осталось, его сердце разбито на части, и горе его не имеет границ. Его жизнь была лишь ложью, которую он сам сочинил, и никто больше не захочет следовать ей. Здесь, где заканчивается эта песня, здесь заканчиваются его дни, навсегда. 9. Счастливые хозяева празднуют победу, весть об этом распространяется по всему миру, и Иов становится президентом страны. К нему приезжают многие короли и президенты, поэтому он переезжает на побережье на юге. Эту песню каждый год вновь поют миллионы иностранцев, приезжающих на эту дату, потому что Иов всегда добровольно переизбирается в правительство мира, любви и справедливости. Персонажи счастливые хозяева, празднования, работа, председатель, короли и президенты, с подарками. Иностранцы, ежегодные туристы. Сегодня с Конгресса Аргентинской нации, обращаясь в прямом эфире ко всей республике, выступает президент Джоб. Прошло много лет с того случая, когда тиранический лидер Фабиан хотел завоевать новый мир, а затем и старый. Но теперь, когда вы добровольно избрали меня своим президентом, я клянусь вам во имя любви, что не подведу ни вас, ни ту любовь, которая привела нас сюда все мои дни. Теперь я приглашаю вас обратиться к королям и президентам, которые прибыли сюда, чтобы приветствовать нашу страну по этому всемирно-историческому случаю. Президенты и короли появляются перед камерами вместе с присутствующими. Короли и президенты выступают перед телекамерами. Мы приехали со всего мира с этими дарами и этими соглашениями не для того, чтобы вы что-то просили у нас, а скорее для того, чтобы мы что-то просили у вас. Ведь с такой страной, как ваша, с такой державой, которая является примером для всех остальных, всегда будет мир во все годы нашей жизни. Давайте поприветствуем всех иностранцев, иммигрантов и туристов, которые каждый год приходят к нам, чтобы совершить восхождение. Иностранцы и туристы начинают праздновать и кричать. Хапи! Да здравствует Родина! И да здравствует Аргентинская Республика навеки! Хор прощается, поет, поднимает руки и машет, остальные персонажи присоединяются к ним и прощаются. Хор исполняет последнюю кантату. Мы видели и слышали то, что останется выгравированным, как золото, в наших сердцах, как камни высекаются железным резцом, так что мы будем вечно мечтать о них, и они будут сопровождать нас в наши вечера и в нашу жизнь. Ибо они – письмо любви и истинных возможностей, если мы умеем им следовать. И вы, Иов, будете переизбираться президентом все годы, не навязываясь, а потому что завоевали добровольную преданность своего народа. С безусловной любовью и ни с чем не сравнимым спокойствием за то, чтобы искать правду и находить ее. Все они раскланиваются и один за другим покидают сцену. Особое упоминание меня зовут Джаэль, я родился в Сан-Сальвадор-де-Жи-Жуи, городе, который всегда вдохновлял меня своими историями и северными контрастами. С детства я любил читать и сочинять истории и мечтал когда-нибудь издать книгу. Мой путь писатель был вызовом самосовершенствования, многие люди говорили мне, что я никогда не добьюсь успеха, но моя решимость была сильнее, и я поднимался после каждой ошибки, пока, наконец, не добился успеха. Эта книга – результат нескольких лет исследований личной работы. Я хотел исследовать возможности научной фантастики, чтобы поразмышлять об этических и социальных дилеммах, возникающих в связи с технологическим и политическим прогрессом нашего времени. Моя цель – создать историю, которая не только развлечет, но и заставит задуматься и представить себе другие возможные миры или вселенные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова